книга открытым оком тема суды то второй вопрос 885 по местному телевидению гтрк были показаны два фильма направленных явно против вас если в них что-то справедливое или они снова только клевещут будете ли вы требовать от них сатисфакции то есть возмещение ущерба отвечает игнать тихонович лапкин я могу зачитать несколько документов по этому делу мы заявили протест от общественности и просили дать выступить мне на телевидении нам отказали теперь дело находится в суде и будет выиграно исполняющему обязанности генерального директора гтрк алтай сесонову в копия главе администрации алтайского края сурикову а а главе городского самоуправления города барнаула баварину владимир николаевич уполномоченным параллелигиозным культом по алтайскому краю бронникову а в прокурору алтайского края по раскунул юф заявление протест 17 марта 2001 года 17 00 в телепрограмме гтрк алтай под названием на лестничной площадке ведущая прокофьева и вы были показаны находящиеся в студии представители различных религиозных конфессий общая тема встречи тоталитарные секты присутствовали православные священник руководителя адвентистов седьмого дня руководителя секты новая жизнь кришнаиты и другие невиданные ранее на территории россии чисто сатанинские секты программу были введены кадры из заказного фильма лавриненко с пролог заказ кп рф петренков с и от к за с алтайского края июль 1999 года о детском православном лагере станем в поселке потеряевка начальник лагеря стана лапкин игнатий тихонович этот поносный в канычках фильм многократно прокручивается в эфире полностью или отдельными кадрами жуткими лживыми комментариями партийной номенклатуры и работниками гтрк алтай вот где смотрите что есть в яви тоталитарная секта конечно показать ничего не смогли кроме прослезившегося ребенка из неполной семьи впервые покинувшего городскую квартиру и сказавшего хочу домой это главный криминал детский православный лагерь стан существует уже 27 лет в нем отдохнули и поправили и и поправили здоровье около двух тысяч семьсот человек государство не вложила в него ни рубля все содержится только на энтузиазме глубоко верующих начальника и персонала за 27 лет не было ни одного несчастного случая ни одного заражения ни одной серьезной болезни в лагере станет этот лагерь зарегистрирован был в краевом отделе юстиции от двух православных общин рпцз воспитание строго православная чистая целомудренная в трудах и молитвах лагерь необычен тем что в нем нет возрастных групп нет сезонности вместе с детьми живут родители бабушки дедушки снятый о лагере фильмы предчувствия свердловской киностудии занял первое место на международном киноконкурсе в югославии среди документальных фильмах о православии златоуст из потеряевки первое место в россии лагеристан назван надеждой искоркой возрождающейся россии главный лозунг лагеристан не на видном месте россия должна стать но маховик безудержной травли от кпрф петренков с продолжает раскручиваться 1999 году за два с половиной месяца летнего сезона в лагере стане побывало 15 краевых районных комиссий уничтожению лагеря петренков с пытался привлечь даже старейших служителей церкви вплоть до епископа антония алтайского выступал несколько раз по радио и и к за с то что это да правдивая статья снегиревой тв в российской газете от 20 июня 2006 2000 года цитата название долгие пути остановка в потеряевке назвала всю эту демоническую компанию травле детей шабашем нечистая сила на алтае сразу же в лагерь стал прибыла 27 июня 2000 года 830 утра большая комиссия во главе с первым залом губернатора алтайского края шойхи там я и составе комиссии были главный врач санэпидемстанции края солдан и п его первый зам хорошев петренков с глава администрации района митилев пф глава сельсовета старчиков и н и другие после осмотра всего шойхит я н сказал я никак не пойму почему лапкин игнатий тихонович должен 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 если ему государство не выделила ни рубля за 27 лет детям здесь нравится родители довольны так почему же мы должны мешать я считаю что должен быть только один вопрос как краевая администрация может помочь детскому лагерю 100 и все как говорится сдохла собака к лагерю стану более никто не приближался ворота заблокировали и до конца сезона жили свободно славя бога христа до разблокировали благодарю только в последние передачи гтрк алтай допускает около десятка лживых поношений дискредитируя уникальный православный детский трудовой лагерь 100 в открытую изрекает на весь край абсолютно недостоверные сведения умышленную заказную ложь первое в лагере станет спят по 10 человек в келье тесно на самом деле вместе спасу с воспитателем не бывает более возьми душ в одной келье келья это избушка мазанка как на украине под шиферем стены плетения штукатурены с двух сторон сам сам эпидем работники называют курятники второе спят на общей постели в действительности же у каждого насельника свой матрас отдельный подушка одеяло и чистые простыни третье спят все вместе без различия полов по программе рапса по образцу воспитания в школах и поведения безбожных лагерях в действительности же православном лагере стали воспитания строго целомудренная мальчики и девочки никогда не купаются вместе и даже не видят друг друга на пляже к кельям где отдыхают спят и девочки мальчики не имеют права даже подходить на молитве стоят поврось в играх мальчикам запрещено даже прикасаться к девочкам за обедом мальчики и девочки сидят раздельно четвертое родителям запрещено появляться в лагере стане в действительности же почти все родители бывали неоднократно в лагере стане и большинство из них жило там целое лето с детьми и притом не один год дети из грузии украины москвы и других дальних городов всегда приезжают со своими родителями или бабушками пятое родители платят огромные деньги да знает ли они куда идут их средства в действительности же пятьдесят пять процентов всех насельников лагеря стана из года в год содержится полностью бесплатно и притом стараются бесплатно частично обеспечить нуждающихся одеждой и обувью иногда покупают билет на обратную дорогу начальник лагеря стана и обслуга 7 человек за 27 лет не получили от государства на свое содержание ни рубля все работают бесплатно только за пропитание максимальная оплата за ребенка в лагере стане ниже государственная 36 раз учитывая что в государственных лагерях оплачивается 90 процентов 90 процентов государством и только 10 процентов родителями а у нас же все сто процентов расходов расходов ложатся на родителей легко представить с каким неимоверным напряжением сил приходится содержать лагерь 100 и таких лживых бессовестных выпадов против лагеря стана его начальника еще добрый десяток и чтобы уж была совсем наглядная картина тоталитарной секты живописует образ начальника лагеря стана лапкина игнатия тихоновича как сагбенного старца из кармана которого торчит мобильный телефон грех и смех дьявол ни в чем не знает меры так в московском комсомольце на алтая 27 мая 1999 года изобразили черта с хвостом и рогами с наручниками и плетью и чтобы уж никто не сомневался где обитает тоталитарный черт над головой его высветили надпись община отца игнатия мы родители своих детей не одно лето отдыхающие вместе с ними в детском православном трудовом лагере станем в честь священномученика климента анкирского находящегося в поселке потеряевка мамонтовска района алтайского края просим органы власти принять соответствующие меры против безумной сатанинской травли лапкина игнатия тихоновича основателя и начальника детского православного лагеря стана шабаш нечистой силы на алтае продолжается лапкин и гнать тихонич сумел всем доказать и показать что можно и в бедности жить красивая здоровая и интересная жизнью с верой во христа иисуса пока существует этот лагерь стан всем чертям тошно вот они вылазят под разными фамилиями в разных структурах ксс радио печать телевидения пока существует этот лагерь стан где детей воспитывают вере во христа иисуса строгости и трудолюбие всем становится ясно и видно что иные методы воспитания и все безбожные лагеря есть не что иное как гнойники разврата рассадники наркомании сквернословия табакокурения воровства матерщины и других пороков этот православный лагерь образец чистоты и святости как смертельная кость в горле губителей россии лавкин и гнать тихонич неоднократно обращался к председателю совета народных депутатов назарчук у аг предоставить ему хотя бы пять минут на сессии депутатов чтобы изложить суде дело в этой просьбе отказано просим предоставить лавкин и гнать тихоничу на гтрк алтай выступить с опровержением и разъяснением в этой просьбе решительно отказано пименовой лф в мк на алтай подана статья опровержения той статьи о 27 мая 1999 года и в публикации ответа разъяснения опровержения отказано беспокаянные лжесвидетели разносчики лжи делаются неисправимыми слугами дьявола евангелие от иоанна 844 когда он говорит ложь говорит свое ибо дьявол есть лжец и отец лжи лжец не спасается не спасется погибнет центральный районный суд у города барнаула истец лапкин и гнатий тихонович проживающий барнаул 2 строительная 62 16 телефон 24 38 46 ответчики гтрк алтай адрес город барнаул зменогорский тракт 47 телефон 40 02 73 петренко владимир сергеевич барнаул песчаная 89 148 телефон 2306 41 36 36 15 рабочий лавриенко сергей николаевич адрес город барнаул зменогорский тракт 47 рабочий телефон 23 16 66 прокофьева ирина валентиновна адрес барнаул зменогорский тракт 47 рабочий телефон 30 10 55 дружинин дмитрий геннадьевич адрес барнаул проспект ленина 99 квартира 36 домашний телефон 26 15 65 исковое заявление о защите чести и достоинства и взыскании компенсации морального вреда по краевому гтрк алтай был показан заказной фильм лавриненко сн пролог 27 июля 99 1999 года направленный против меня и детского православного лагерстана начальником которого я являюсь 17 марта 2001 года по т.п. гтрк алтай программе на лестничной площадке ведущая прокофьева и в была показана встреча за повторение идет и на тихоньки была показана встреча с представителями различных религиозных течений в этой телепередачи меня унижали сообщали сведения несоответствующие действительности оскорбляющие мое человеческое достоинство в поношении меня ведущий помогал ведущей помогал дружинин д.г. я сразу же позвонил на гтрк и попросил объясниться и спросил почему же меня не пригласили хотя мой адрес и телефон им хорошо известны мою защиту выступила группа ведущих они попросили чтобы на гтрк алтай а группа верующих до проект прошу прощения мою защиту выступила группа верующих они попросили чтобы на гтрк алтай мне предоставили соответствующее время чтобы опровергнуть порочащие меня сведения 4 апреля 2001 года номер 1 06 дробь 74 а за подписью главного редактора телевидения гтрк алтай лф пифиновой нам ответили что фильм пролог в наших программах больше цитироваться не будет после моих неоднократных телефонных разговоров спименова лф и прокофьева и я так и не получил их согласия на встречу и на предоставление мне эфирного времени более того мне было сказано чтобы я обратился в суд и что кроме бегущей строки я ничего не высужу и это самое большее чего я могу добиться считаю что меня насильно вынуждает обратиться в суд искать удовлетворение моих справедливых требований фильм пролог состоит из множества несоответствующих действительности высказывание в мой адрес которые дают специально подобранные лавриненко сн люди фильм начинается в кавычках творческих мук лавриненко ехать не ехать в детский православный лагерь находящийся в поселке потеряевка мамонтовского района и сразу же на весь экран показана статья из газеты мк на алтай от 27 536 99 это непонятно тут понятно теперь жизнь в потеряевской общине без елейных прикрас федяева дэ написанная по интервью с дружининым дг это статья снабжена рисунком на котором изображен библейский персонаж черт в монашеской мантии с наручниками и плетью в руках с надписью над головой над головой община отца игнатия объектив лавриненко надолго задерживается на этом рисунке по этой статье федяева дэ было вынесено определение октябрьского районного суда 13 марта 2001 года признать несоответствующими действительности сведения напечатанные в газете и взыскать в пользу лапкина игнатия тихоновича 3000 рублей рисунок признан оскорбляющим честь и достоинство лавкина и несоответствующим действительности судебная коллегия по гражданским делам алтайского краевого суда 13 июня 2001 года подтвердила это решение октябрьского суда добавив что цитата имеется прямая связь между графическим изображением рисунком и содержанием статьи которые порочат честь и достоинство лапкина и гнатия тихоновича лавриненко с н имел перед глазами массу достоверных публикаций краевой районной и центральной прессе что видно в начале фильма пролог когда лавриненко рассматривает их на своем столе но заостряет свое внимание только на одной публикации мк на алтай называет ее громом среди ясного неба следует обратить внимание что лавриненко с является ревностным сторонником и исполнителем травли против лапкина устроенной коммунистами во главе с петренко в с своих показаниях следователю федяев говорит о встрече с лавриненко как это происходило приехав вместе с комиссией в детский лагерь лавриненко получил от нас разрешение свободно снимать все что он сочтет нужным конечно никакого криминала он снять не мог не считая одного ребенка из неполной семьи в возрасте 12 лет никогда раньше не уезжавшего из дома и заскучавшего через неделю о матери нужен был компромат и очень серьезный так как за два с половиной месяца против детского лагеря стана было прошло 15 комиссий краевого масштаба задача стояла одна уничтожить лагерь довести дело до логического конца как выразился первый секретарь железнодорожного райкома кпрф добров га приезжавший вместе с петренко и опубликовавший статью потеряев к миф и реальность в алтайской правде 26 июня 1999 года весь фильм пролог состоит из комментариев не соответствующих действительности и направленных против меня оскорбляющих мою честь и достоинство более того лавриненко прибегает к умышленному искажению моих слов вырезает фразы и монтирует из них методом вклейки новое предложение не соответствующая действительность он говорит о том что за ним гнались угрожали ему его сыну это он говорил будучи в качестве свидетеля на суде по делу мк на алтай этот фильм пролог неоднократно показывала гтрк алтай на миллионную аудиторию желая буквально смешать меня с грязью краткий разбор фильма пролог продолжительность фильма тридцать минут лавриненко свидетельствует в фильме что эту сатанинскую травлю против детского лагеря начал петренко в с сделавший запрос гтрк алтай и другие и в другие общественные организации и сми прокуратура края района краевой отдел юстиции администрация мамонтовска района отдел народного образования краевая районная с с медицина пожарной электрики милиция сельсовет села корчина будучи в то время председателем отдела социальной политики в краевом законодательном собрании был создан мощнейший пресс против лапкина на тихоновича и детского лагеря стана и неоднократно пытались возбудить уголовное дело против лапкина и гнать тихоновича за побои и избиение детей в это время петренко в с еще не вышел из кпрф преследует нас как истинный ленинец и пламенный большевик на протяжении всего фильма открыто тенденциозно наверное и предвзято рассматривается вопрос о русской православной зарубежной церкви которую называют раскольнической мы принадлежим юридически к этой рпцз об этом и интервью со священником никольской церкви константином метельницкий об этом многократные вопросы лавриненко с к лапкину и гнать тихоновичу об этом же будут говорить и в передаче на лестничной площадке вот только основные сведения не соответствующие действительности оскорбляющие мои человеческие достоинства и честь в самом начале фильма пролог титрами обозначено что вся деятельность лапкина есть миф и легенда и эти мифы призваны развенчать члены кпрф петренко бобров лавриненко задача поставлена жесткая человека ненавистническая значит и средстве можно не гнушаться лавиной пойдут коммунисты все до единого лжесвидетели особенно в этом изощряется зам главы мамонтовского района гайдук титрами показал заголовок легенды и реальность легендами названы все публикации о потеряевке и лапкине игнать тихонича за прошедшие 15 лет а потеряевке лагере и лапкине было снято три полнометражных фильма государственными студиями новосибирская киностудия документальных фильмов об режиссер малашин юн фильм глаз вопиющего или второе крещение руси показаны по центральному телевидению и гтрк алтай свердловская киностудия красноярский филиал режиссер кузнецов с фильмы златоуст из потеряевки занявшие первое место в россии и фильм предчувствие получивший главный приз на международном фестивале документальных фильмах о православии югославия золотой витязь лавриненко буквально давит вопросами детей подбивая их на лжесвидетельство показана группа детей которых он допрашивает как вас кормят дети хором отвечают хорошо нужно учитывать что комиссия приехала неожиданно и вопросы ставятся без подготовки детей к ответу но лавриненко нужен не такой ответ и он выжимает но все-таки хочется вам есть ответ дети дают не по его сценарию затем обвинения против лапкина в том что дети встают рано и об этом начинается допрос самих детей эту тему будут муссировать многократно на всех уровнях настаивая что людям нужно спать никак не менее 10 11 часов дети отвечают что встают с желанием микрофон нацелен на детей не может никого поразить о том что дети смеются не будет сказано ни одного слова но будут давить на то что дети запуганные задавлены и чересчур послушны петренков с и бобров га сами были учителями и знают что делается в школах и детских лагерях стопроцентная матерщина разврат табакокурения драки избиение часто по лагерям отравления смотри доклад валентина матвиенко на правительственном уровне лавриненко отлично это знает и подбивает детей на хулиганские ответы и просит требует оставить его одного с детьми поэкспериментировать как он говорит но эксперимент не удался лавриненко видит что задание его не выполнено и он идет на прямую подделку задает вопрос возможно ли примирение московской патриархии и зарубежной православной церкви лапкин отвечает возможно но только через покаяние кто должен каяться все нужно начинать себя тогда путь открыт нужно разорвать это внутреннее стеснение на на направленности вины на другого а если считать что виноват кто-то и он мешает достичь цели тогда сначала я должен того устранить и убить тогда преграда устраняется а это не всегда удается троеточие тогда сначала должен того устранить и убить тогда преграда устраняется а это не всегда удается тогда сначала я должен того устранить и убить тогда преграда устраняется, это не всегда удается. Конец этой последней фразы, составленной изречений Ивана Златоустого и Федора Михайловича Достоевского, о чем Лаврененко даже и не догадывается, отрезает и трижды монтирует одно за другим, как бы провозглашая, вдалбливая в мозги зрителей. Так вот в чем Вера Лапкина устранить, убить. Лаврененко не слышит Лапкина, воспитателей, детей, ибо у Лаврененко СН четкая программа поразить пастыря и рассеются овцы. Игорь Прока Захария, 13 глава, 7 стих. Он ищет подавление личности ребенка, нарушение Международной Конвенции о правах ребенка, 20-минутное стояние ребенка на вышке в устах Лаврененко превращается в двухчасовое. И он даже догадывается, что ребенок хочет в туалет. Объектив задерживается на детях, на уроке рисования, но Лаврененко давит, занятий не было. Компромата нет, и Лаврененко перекидывается на несуществующее, на небывшее. Называет меня старостой потеряевской церковной общины, чего никогда не было. Потеряевке старостой деревенской общины Барабаш, Игорь, о церковной, свято-анфимовской, плотников, Д.У. И это Лаврененко хорошо знает, что видно из первых кадров. Перед ним лежат документы. Если бы он был верующим, то он бы рыдал и плакал сегодня в пепле и прахе, прося прощение у Бога, потому что всякая ложь от дьявола, Иоанна 8,44, лже-свидетель не спасется, погибнет, притча 19,9. Далее Лаврененко лжет, исходя из того, что Лапкин и Гнай Тихонич староста свято-анфимовской общины, и цитирует все по МК на Алтай. Вопрос о запрете жениться без моего разрешения и запрет жителям деревни разговаривать с кем-либо из посторонних также без моего разрешения. Лаврененко в заказном фильме «Пролог» оставляет только то, что согласно заказу от коммуниста Петренко в С, а все остальное он безжалостно выбрасывает за борт. Партийный долг у коммунистов всегда быть выше долга, а партийный долг у коммунистов всегда был выше долга быть человеком. Поэтому уже свидетели наподобие Гайдук-Н в фильме у Лаврененко ищут благостного выражения лиц не у себя, а у детей. это же подхватит и Прокофьева и В. Половая тема так понятна им, жителям страны разврата и разводов, что они смакуют все по этой теме по своему опыту. Гайдук-Н утверждает, что родителей в лагере не бывает и они не знают, что там творится. А представитель краевого отдела юстиции Катуков говорит, что только у троих детей в данный момент не было с ними родителей. Лаврененко настаивает, настаивает, хулиганить вам хочется? Он забыл, что находится в христианском лагере. Секретарь КПРФ железнодорожного района Бобров также ничего не нашел худого в деятельности Латкина и спрашивает, не холодно ли детям? Ему показывают обогрев через проходящий под полом железный короб печи. Он промолчал, ибо не за этим же он и ехал, чтобы детям было тепло и хорошо. И уже дома через родную коммунистическую газету Алтайская правда на сто тысяч экземпляров изрекает, а я подумал про себя, вошь тепло любит. Точно так же поступает и Лаврененко, и говорит в фильме, цитата, «Уже сидя в машине, я вспомнил изречение Рона Хаббарта, чтобы заработать миллион долларов, нужно не книги писать, а создать свою религию. Ни вшей, ни новой религии нет, нет, но всем, что было сказано впереди, положено основание, брошен гнусный намек, все, что здесь делается, направлено именно на то, чтобы была создана новая религия, пши». И далее Лаврененко заканчивает измышлением, что путь в Потеряевку будет закрыт всем журналистам, кто не поет оды Потеряевки. В опровержении этих пакостных слов, показывающих нас честолюбивыми, смстительными, словолюбцами, следующие материалы журналистов, побывавших в Потеряевке после отъеда оттуда Лаврененко. 20 июня 2000 года «Российская газета», учритель правительства Российской Федерации «Долгий путь и остановка в Потеряевке». Таисия Снегирева, фото Волобуева, страница 1-4, «Версты», «Всероссийская газета», «Макаров СС», номера 23, 25, 27, «Человек Игла», «Умереть и воскреснуть», «Спаси и помилуй», журнал «Собеседник», номер 39, с 5 по 11 октября 2000 года, страница 18, 19, «Лагерь Потеряевка», «Надежда или тупик для России», «Д», «Быков», «Комсомольская правда», номер 241, 24, 31 декабря 1999 года, страница 8, «Потеряевка», «Держит оборону», «МК на Алтае», с 11 по 18 мая 2000 год, страница 20, «Потеряевка», «Двойной взгляд», «К Ганов», «Молодежь Алтая», 22 июля 1999 года, «В Потеряевке все на виду», «В Клименко», «Знамя труда», 14 июля 1999 года, «Решено Потеряевка», «Е Воронина». Мамонтовская газета, «Свет октября», «Вот уже 11 лет корреспонденты этой газеты, желанные гости в Потеряевке», «ТВ6 Москва», 17 августа 2001 года и представители Греции, Аргентины и другие, «За 10 лет восстановления Потеряевки ни одному журналисту, писателю, корреспонденту ГТРК Алтай, Щедрина НН, не было отказано, заказано, как своемудрствует Лаврененко С. Даже более того, мы постоянно приглашаем всех желающих посетить нас. У нас есть пленки с записью торжеств Потеряевки, где видны люди, депутаты КЗС, начальник УВД края Вальков В.А. со своим кинооператором, который снимал везде, куда бы не бросил свой взгляд. Корреспондент Валабуев А.П.Ф. фото корреспондент УВД края Галенко В.В. Уже 10 лет почти каждый год приезжают в деревню и в лагерь, и ни одному из них не было поставлено препятствия снимать то, что они пожелают. Притом, живут они там по несколько дней, не два часа, как Лавриненко СС. По мысли Лавриненко, все это легенды и миф, а правда только у него. Решением краевого суда Октябрьского центрального района гром среди ясного неба, как вывелся Лавриненко в статье ВМК на Алтае, оказался бренчанием помойного ведра. В передаче на лестничной площадке вновь показывает этот фильм пролог отрывки ведущая Прокофьева И.В. Передача длится 33 минуты. Многократно оскорбляет меня, зная, что я являюсь основателем и начальником детского православного лагеря, и зная об этом она прямо говорит в телепередаче, что я являюсь инициатором восстановления православного поселка Потеряевка, она поносит и лагерь, и деревню, и все эти поношения направляет на меня. Вот только некоторые ее высказывания, не соответствующие действительности и оскорбляющие мою честь и достоинство. Цитаты. Его Лавкина можно встретить в образе убогого старца, из кармана, которого всегда торчит мобильный телефон. Лавкин обещает воспитать детей в лучших традициях православной веры. Именно на это клюют родители. Местных ребятишек там не встретишь, видимо, лагерь не внушает доверия. В маленькой келье по 10 человек спят без различия пола и возраста. Ранний подъем и поздний отбой. Родители всего этого не видят, так как их сюда не пускают. Родители вкладывают немалые деньги за детей. Родители не знают, что они спонсируют зарубежную православную церковь. свидания с детьми здесь запрещены. Жители в Потеряевской общине имеют еще меньше прав, чем воспитанные им дети. Принимать какие-либо решения члены общины не могут без разрешения Лапкина и ТЭС, зато имеют право отчисления части своих доходов в общину. По словам тех, кто хотя бы один раз побывал в Потеряевской общине Игнатия Лапкина, ясно, что это ничто иное, как тоталитарная секта. Потеряевская община находится в полной изоляции. Затем по сценарию по договоренности открывается дверь и входит дружин ДГ. Кто же такой этот эксперт по религиям, как его представляет Прокофьев в студии, где более 20 человек разных конфессий и батюшка под надписью на стене дураки и на обозрение многомиллионной аудитории. Дружинин, ДГ, не стыдясь, никого в открытую лжет в этой передаче на меня, как эксперт по религиям, будто бы я соблазнил его бросить институт и сказал ему следуй за мной, я беру за тебя всю ответственность на себя. И что из-за меня он потерял все, и специальности был в жестокой депрессии, сломался. В действительности же Дружинин ДГ вместе с своим отцом Г. П. Дружинином, пенсионером, подполковником милиции 1938 года рождения взяли у государства подъемные деньги на организацию фермерского хозяйства и ничего не организовали и не построили, кроме сарая полученную землю не засеяли, пчел обещанных не развели, из хозяйства была только собачка и огород. Деньги дурно истратили, и государству их не вернули, о чем гласил президентский указ. А это по сегодняшнему курсу около 700 тысяч рублей. Отец постоянный пьяный, шатался по деревне и приставал к жителям, чтобы его уважали. И писал доносы, кляузы в милицию, в прокуратуру, в другие органы, в СМИ против Лавкина, Игная Тихонича и православного поселения. Он пытался возбудить против Лавкина уголовное дело по пяти статьям УК РФ. Но в конце концов настолько омерзел всем, что против него возбудили уголовное дело по статье 129 Клеветар. Вот выдержки по делу Дружинина ГП том 1 лист 149 ответ из прокуратуры края 12 февраля 2001 года номер 16 14 68 98 судьи Октябрьского района Козловой НП Доводы Дружинина ГП о недобросовестном возбуждении уголовного дела изложенные в неоднократных обращениях в органы прокуратуры признаны несостоятельными 2 июля 99 год прокуратурой края отменено незаконное постановление органов дознания Октябрьского РУВД от 1 июня 1999 года о прекращении дела в связи с отсутствием в действиях Дружинина ГП состава преступления производство по делу возобновлено 2 августа 99 года уголовное дело вновь прекращено Октябрьским РУВД на основании пункта 2 статьи 5 УПК РСФСР Учитывая что дальнейшее расследование не могло быть проложено в связи со смертью Дружинина Геннадия Петровича принятое решение оставлено без изменения многочисленные свидетели допрошенные в ходе следствия подтвердили что Лавкин Игнать Тихонич не совершал тех проступков порочащих его честь и достоинство которые распространял Дружинин ГП прокурор края государственный советник юстиции 2 класса Ю.Ф. Пороску По закону если в ходе следствия человек продолжает заниматься преступной деятельностью к нему можно применять арест Дружинин ГП продолжал распространять клеветы заведомо ложные измышления против Лавкина Игнать Тихонича уже находясь под следствием Такого поворота событий Дружинин ГП никак не ожидал Привыкнув только сам хватать и сажать Он заметался во все стороны полагая что лучший вид обороны наступление Деморализованный зажатый допросами в родной милиции он хватался за все что показалось ему спасительным Старался переломить ситуацию любыми путями любыми средствами ослабить давление затянувшейся захлестнувшей его шею петли уголовного кодекса К этому времени Господь уже разметал развеял основных его помощников Чернов ВП начальник УВД края генерал лейтенант снят с работы оказался под следствием прокурор Октябрьского района широких М.И. исчез новый начальник УВД Края Вальков В.А.Н. не поддерживает его начальник МОБ УВД Края Сметанин Ю.Н. перестал принимать дружинина в панике Геннадий Петрович метнулся в редакции газет Алтайская Правда Свободный Курс и другие с жалобами на Лапкина Игнать Тихонича и деревенскую общину Его труды опусцы нигде не приняли Кляусник остался один И вот тогда-то злой демон указал ему на грязную пахавную газету М.К. на Алтай Вот как это описывает Федяев Д.А. Уголовное дело Дружинина Том 1 страница 167 Протокол допроса Федяева Д.А. от 25 июля 99 года Цитата В конце апреля 1999 года мне в редакцию позвонил Дружинин Геннадий Петрович который рассказал мне о религиозном обществе организованном в Потеряевке Мамотовского района Лапкиным Игнатием Тихоновичем Дружинин предложил мне встретиться При встрече он рассказал мне много негативного касающегося данного общества и конкретно в отношении Лапкина Игнатия Тихоновича Лист 170 Д.А. В данном разговоре участвовала и супруга Дружинина которая дополняла наш разговор своими фактами Но это еще не послужило основанием для написания статьи в МКН Алтай В начале мая текущего года я встретился с Дружининым Дмитрием по его личной инициативе который мне дополнительно привел факты нарушения конституционных прав со стороны Лапкина Игнатия Тихоновича в отношении религиозного общества где одно время проживал сам Дмитрий после этого я решил написать данную статью когда статья была уже готова я встретился со Старковым Вячеславом Владимировичем священник Московской Патриархии журналистом ГТРК Алтай Лавриненко Сергеем Николаевичем который был в командировке в Потеряевке где он встречался с членами общины Лапкина беседовал с ними Лавриненко полностью поддержал подтвердив указанные мною статьи факты Лавриненко сам подготовил телепередачу которая выйдет 27 июля 99 года по телеканалу ГТРК Алтай о религиозном поселении в селе Потеряевка в конце мая в начале июня 1999 года в действительности 24 июля 99 года номер 138 игла в газете Алтайская правда вышла статья под редакцией Боброва ГЭС с которым я лично знаком я считал что данная статья свидетельствует в частности о подавлении личности существующей в религиозном обществе село Потеряевка поэтому я считаю что приведенные мною факты в статье имеют подлинную основу мною прочитано с моих слов записано верно лист дело 148 объяснение Курдюмова А.В. Сизова 45 дробь 6 телефон 38 12 74 чтобы усилить статью нужен был рисунок в который нужно было вложить всю суть статьи о Лапкине Игнать Тихонич цитата мною по просьбе Федяева Де был подготовлен рисунок в котором я отобразил библейского персонажа черта скрывающегося под благопристойным обличием также по просьбе Федяева на заднем плане рисунка была помещена дверь со словами община отца Игнатия вот этим-то чертом по указке вот этим-то чертом по указке этого черта и воспользовались Лавриненко и Прокофьева Ивена полную сатанинскую мощность отца лжи дьявола прокуратура Алтайского края 30 октября 2001 года номер 16 14 68 98 Лапкину ИТ кавычки открываются постановление статьи дознавателя Октябрьского РУВД Труфанова ЕА от 2 августа 2009 года о прекращении уголовного дела по пункту 2 часть 1 статьи 5 УПК РФСФСР за отсутствием состава преступления отменено прокуратурой края 26 октября 2001 года Уголовное дело направлено прокурору Октябрьского района города Барнаула для организации расследования в ходе которого будет дана правовая оценка действий Федяева ДА Кудрюмова АВ Дружинина ДГ в связи с опубликованием в газете Московский комсомолец на Алтае статьи клеветнического содержания Жизнь Потеряевской общины без зеленых прикрас Прокурор края ЮФ Пороску В 1996 году 4 апреля Дружинин ДГ покинул Потеряевку написав благодарственное письмо всем жителям Потеряевки и особенно священнику отцу Якиму Игнаю Тихоновичу от которых получил много добра Цитата это была Собственно наручно написанная им благодарность прилагается А жесточенность его сердца произошла именно после ухода из общины когда он ушел к католикам а затем переметнулся на доходную должность в ересь в секту новая жизнь Эти телепередачи пролог и на лестничные площадки нанесли и наносят мне глубокие тяжелые переживания и огромный моральный вред Некоторые родители просмотрев фильм пролог среди ночи приезжали и забирали детей испуганные тоталитарной ложью коммунистов Тут уж ничего не поделаешь ибо коммунистический сатанинский режим за 70 лет так изуродовал душу людей что они не зная смысла жизни не читая Библии опустошены полностью и верят только тому что написано в советской печати или передают по телевидению или говорят по радио верят безотчетно без проверки Лавриненко показав прослезившегося ребенка терзается терзается ли укорами совести что без совета с ребенком не получив на то разрешение его матери многократно показывает его не в лучшем виде по родному телевидению и мальчик особо ранимый в этом возрасте когда его показывает не в самом мужественном виде похожая конвенция прав ребенка это практикует практикует но этот кадр для Лавриненко ох как нужен и он ни при чем не останавливается но травит и травит ребенка это уже чисто по коммунистически давно ли закон повелевал расстреливать 12-летних врагов народа после этого родители разобравшись многократно просили приезжая ко мне чтобы я взял их ребенка под такую стопроцентную защищенность какая существует у нас в лагере стане уже 28 лет со дня основания мною этого уникальнейшего детского православного трудового лагеря стану величина морального ущерба и вреда увеличивается от того что я не сижу где-то в углу но веду большую общественную работу и встречаюсь со многими представителями власти всех уровней являясь бессменным старостой крестовозреженской общины города Барнаула начальником детского лагеря стану вот уже 28 лет преподаю в университете 12 лет веду работу в СИЗО 17 дробь 1 с тысячами заключенных уже 12 лет веду занятия во всех отделах милиции города Барнаула а также в городском и краевом правлении внутренних дел выступаю в печати ввел регулярно три программы городского радио и третий канал являясь полномочным представителем и ходатаем по всем вопросам восстанавливаемой с нуля потеряевки эти телепередачи ударили по всем делам какими я занимаюсь уже 40 лет как проповедник православной церкви на основании изложенного прошу первое чтобы ГТРК Алтай принесла мне публичные извинения и предоставила возможность выступить на их телевидении по времени соответственно времени в продолжении которого оскорбительно говорили обо мне приводя сведения не соответствующие действительности второе прошу обязать Лавриненко Н.С. Прокофьеву И.В. Дружинина Д.Г. Петренко В.С. Принести мне публичные извинения третье прошу возместить причиненный мне моральный вред в следующем размере ГТРК 100 тысяч рублей Лавриненко 200 тысяч рублей Прокофьево И.В. 50 тысяч Дружинин Д.Г. 100 тысяч рублей Петренко В.С. 50 тысяч Прошу суд запросить ГТРК Алтай видеозапись фильмов Пролог на лестничной площадке В крайнем случае мы готовы предоставить эти фильмы и другие вышеназванные потерявки для просмотра в нашем присутствии Прилагаю к исковому заявлению объемом 100 листов 40 листов документов и публикаций начальник детского православного лагеря Стана Лавкин Игнатий Тихонович 12 февраля 2002 год лагеря лагеря